В региональном правительстве обсудили дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях распространения коронавирусной инфекции на территории Тверской области. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организации гостиничного бизнеса, а также торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам. На заседании губернатор также подчеркнул, что необходимо уделить особое внимание наиболее пострадавшим отраслям. Тему продолжит наш корреспондент. На поддержку предпринимателей в региональном бюджете предусмотрено более 40 миллионов рублей. Субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров планируется предоставить с 15 июня для гостиничного бизнеса с 1 июля 2020 года. Кроме того, с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим. Налог на профессиональный доход, призванный поддержать самозанятых жителей Верхней Волжья. Речь идет о тех, кто работает в такси, оказывает косметологические услуги на дому, занимается репетиторством, ремонтом квартир и так далее. Особое внимание власти уделяет отраслям, наиболее пострадавшим из-за коронавируса. В дополнение к федеральному перечню принят региональный. В него вошли туризм, деятельность гостиниц и предприятия общественного питания. Лесная промышленность, полиграфия, звероводство, издательская рекламная деятельность, обрабатывающие производство, бытовые услуги, стирка и химчистка. Добавили 11 предприятий системообразующих, из них 9 региональных, 2 муниципальных. Добавили новые направления деятельности, субсидии гостиничному бизнесу, субсидии торговым центрам крупным. Но только по торговым центрам есть оговорка в том случае, если они представили скидку на аренду тем предпринимателям, которые работают на территории торговых центров. Сейчас общий объем средств господдержки более 2 миллиардов рублей, свыше полутора миллиардов в рамках федеральных мер. Порядка 475 миллионов рублей по региональным программам. Всего в текущих экономических условиях малый и средний бизнес Верхневолжья уже получил около полутора миллиарда рублей на сохранение стабильной работы. Еще одной темой на повестке дня правительства стало исполнение бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. В 2019 году его доходы составили более 15 миллиардов рублей, что на 1,1 миллиарда рублей больше, чем в предыдущем. За счет средств Фонда было приобретено новое оборудование в учреждения здравоохранения 12 муниципалитетов. Как подчеркнул губернатор Игорь Руденя, одно из приоритетных направлений расходования средств Фонда – оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона. В этом году мы понимаем, что основные направления – это работа скорой помощи, запуск магниторезонансной томографы, расширение высокотехнологичной медицинской помощи по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ключевые задачи на 2020 год – обеспечение сбалансированности и устойчивости сферы обязательного медицинского страхования Тверской области, развитие онкологической помощи в регионе, включая освоение новых методов лечения, приобретение оборудования, строительство нового корпуса онкологического диспансера. Также важным направлением является привлечение в систему здравоохранения региона медицинских работников первичного звена.